Доктор политических наук Игорь Петренко у нас в эфире, Игорь, здравствуйте. Приветствую вас. Ну вот мы видим в развитии презентацию плана президента, плана победы. Ваша оценка последних событий, поездки президента в Брюссель, много аспектов. Но как вот вы считаете, принимает европейское наше сообщество, наши партнеры, план Владимира Александровича? Ну они его принимают, безусловно, но есть определенные дискуссионные моменты. Это мы видим и в вопросе тех встреч, которые Байден должен провести с лидерами отдельных стран, точнее Германия и Франция. Ну очевидно, здесь есть определенные моменты по тому же приглашению вступления в НАТО. Были разные заявления и от Шольца. Здесь, очевидно, должна быть лидерская позиция Соединенных Штатов Америки. В то же время Германия предоставила нам очередной пакет помощи, куда входит и ППО, то, что нам очень важно. Поэтому сейчас идет процесс таких вот дискуссий, обсуждения тех предложений, которые вносит Украина. Действительно, здесь науседа прав о том, что здесь нету ничего нового. В принципе, это те все моменты, о которых говорила Украина с начала полномасштабного вторжения. И здесь действительно важен вопрос действия. То есть ничего, очевидно, не изменится, если мы не сможем надавить на Российскую Федерацию, если мы не сможем усилить Украину, если мы не сможем получить преимущество на поле боя в широком понимании этого слова. То есть, понятное дело, что паритетности с вооружениями с Россией мы не достигнем. Но иметь возможность переносить войну, то, о чем говорит президент Зеленский, на территорию Российской Федерации, для того, чтобы они жили в ней так же, как живем мы, это важный аспект давления на кремлевский режим и, соответственно, на самого Путина. Поэтому план принимают и продолжают обсуждение для выработки четкой позиции. И здесь очень важная составляющая успеха этого плана – это действительно решимость наших партнеров. Игорь, действительно очень много обсуждений сейчас, и мировые издания делают определенные, скажем так, размышления об этом плане победы. Кто-то его называет реалистичным, кто-то говорит рамочным, кто-то говорит, что действительно он хорош, но насколько он применим к выполнению. Главное, что мне кажется, что сегодня мы можем констатировать, что его действительно необходимо выполнять. И вот хотелось бы у вас спросить, можем сегодня утверждать, что все-таки наше государство правильно начало указывать на изменения? И вот кто-то скажет красивые слова, но это же действительно так и есть. Но Украина, да, исходя из этого плана, указывает на изменения архитектуры безопасности. И понятное дело, что поскольку без этого все-таки фундаментального изменения Россию сложно будет и невозможно остановить, и понимая, что будет страна Россия безнаказанная, она может идти далее. Поэтому тут еще, мне кажется, стоит ли говорить о том, что как раз этот план показывает на необходимость фундаментальных изменений? Безусловно. Вот первый пункт, о котором мы говорим, приглашение в НАТО, это же не просто приглашение вступить в альянсы, начать какой-то диалог и выработать их шинплан. Это действительно изменение определенных геополитических моментов. То есть это выбивание из-под ног, скажем, Путина того, чем он постоянно пытается манипулировать. Это вот вопросом вступления, запрета вступления Украины в НАТО и так далее. Мы об этом много раз слышали. Поэтому вступление – это как раз отказ от каких-то серых зон. Это четкий сигнал Путину, что что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался сломать или захватить Украину, она все равно будет частью евроатлантического сообщества, частью альянса НАТО. Мы частью Европейского союза. И поэтому это сразу показывает, скажем, тщетность любых попыток Путина дальше захватывать Украину или какие-то определенные ее территории. Это не означает, что он сразу остановится. Нет, это не означает, что это прям как волшебная палочка, от которой опомнится Путин и подумает, что ему нужно остановиться. Нет, но это выбивает из-под ног его вот эту риторику. И когда, если он будет об этом говорить, так все будут отвечать, так вы уже ж пригласили в НАТО. Ну тут уже ж вопрос, скажем, технический условно остался. То есть уже есть сигнал от альянса, что это не серая зона, за которую мы можем уступить. То есть это как раз та страна, которую мы рассматриваем как составную часть экономической архитектуры безопасности, архитектуры евроатлантического, скажем, сообщества. И многие россияны, наверное, тоже будут задаваться вопросом, а ну надо ли, то есть к чему мы действительно идем и так далее. Да, он может это использовать как часть страшилки, мол, вот угроза еще больше. Ну, опять же, когда в Швеции и Финляндии уже в НАТО, это при том, что Путин очень угрожал тому, что расширение НАТО – это прям вот красная линия. Ну, оказалось, что не такая уж она и красная линия. Поэтому геополитическая определенность – это важный, да, наверное, даже фундаментальный вопрос, с которым мы бы хотели, чтобы в том числе наши партнеры определились. Исходя из этого, не будут успешны никакие вбросы по поводу того, что, мол, а вот давайте вы от территории откажетесь, а вот давайте вы где-то тут что-то там уступите и так далее. То есть мы все-таки тогда сможем в таком общем подходе реализовывать именно справедливый мир, о котором говорит Украина. Давайте по пунктам еще поговорим, Игорь. Россия должна потерять Украину навсегда. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Представляя стратегический план победы, документ содержит пять пунктов. Четыре из них касаются текущей военной ситуации. Пятый планируется на послевоенный период. При этом в трех пунктах имеются секретные дополнения. План победы Украины – это план усиления нашего государства, усиления наших позиций, чтобы быть достаточно крепкими в завершении войны, чтобы Украина была со всеми мускулами. Этот план возможно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю, от партнеров. Это точно не зависит от России. Каждый в мире видит, что Россия не ищет честного мира. Путин зашел с ума и хочет только войны. Он сам не изменится. Он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным. Но вместе с партнерами мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась. Безотносительно того, чего хочет Путин. Мы все должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру. Игорь, не будем гадать, что может быть в этих дополнительных статьях, в дополнительных наработках. Тем не менее, обсуждаются самые разные варианты. Я хотел в этом контексте вас спросить, что это вчера было с ядерным оружием? Как нам понимать президента? Почему журналисты перекручивали его слова? Вообще, что это было? Как вы это видите? Опять же, не буду оценивать работу коллег. Здесь просто нужно понимать интересы Украины и вопросы ядерного вооружения. Мы за мирный атом, безусловно. И составляющая плана это есть общая добыча и создание переработки. Прошу прощения. Более того, у нас есть соответствующие наработки с Вестинхаусом. Я думаю, что вместе мы вообще можем здесь полный цикл организовать. Нужно понимать, что у Украины есть сильная позиция. Наша сильная позиция заключается в том, что Украина это единственная страна, которая добровольно отказалась от третьего в мире арсенала с ядерным оружием. И которая фактически показала пример, создала прецедент и показала пример. Да, мы очень много можем дискутировать по поводу Безапештского меморандума и того, что как там было, скажем, записано. Здесь очень важно помнить и определенную историческую, скажем, коннотацию. Я имею в виду те процессы, которые происходили в то время. И что для нас было тогда важно. В первую очередь, это фактически даже признание нашей страны со стороны больших игроков. И да, получение определенной помощи. И, к сожалению, на вопросах безопасности почему-то меньше делали акцент. Но, тем не менее, это наша сильная сторона. Если мы сейчас разворачиваемся и начинаем говорить о том, что, мол, ага, вы нам тут не помогаете, не делаете, тогда, значит, мы начнем разрабатывать свое ядерное оружие, а у нас есть все возможности для этого, то мы тогда просто окажемся в компании очень плохих государств. И подход будет совсем другой, помощи, поддержки и так далее. Поэтому, ну, знаете, кто-то может там в сердцах и думать, и говорить, ах, вы так, то мы, значит, пойдем другим путем. Но этот другой путь, он будет крайне сложен, он возможен, но крайне сложен, и вряд ли мы готовы сейчас на это пойти. Тем более, нужно все-таки использовать все возможности для того, чтобы вот этот козырь, который мы имеем, мы могли его предъявлять. И сейчас это наша более сильная позиция, нежели скатываться к тому, что мы будем рассказывать о том, что мы вот где-то чего-то как-то там можем произвести. Поэтому не знаю, с чего это пошло, кто как-то перекрутил слова президента, но я четко понимаю тот интерес, который есть у нас сегодня, и то, как мы себя должны в этом вопросе позиционировать. Да, поэтому для того, чтобы не перекручивать, многим хотелось, я сейчас не к вам, Игорь, абсолютно, многим бы хотелось посоветовать, все-таки цитировать дословно, да, и такие возможности сегодня у нас есть, и в прямом эфире также. Как президент начал свою презентацию плана победы Верховной Раде, он сказал такие слова, на нашей земле стали реже звучать слова, Украина должна победить. Победа для некоторых стала неудобным словом, мы понимаем, что в реальности победы непросто достичь, но только победа дает возможность жить суверенно на своей земле, по своему закону выбирать свое будущее. Абсолютно логичные и правильные слова, и несколько раз звучит именно слово победа, поэтому мы прекрасно понимаем, что сегодня победа достигается, да, несколькими путями, я бы просто хотела, чтобы, Игорь, мы с вами напомнили, есть военный путь, да, то, что сегодня продолжают делать силы обороны Украины, это деоккупация территорий, но есть и дипломатические, да, дипломатические пути, это то, что сегодня все-таки могут еще предложить наши партнеры и союзники, поэтому, да, вопросов к силам обороны на сегодняшний день каждый украинец благодарен, вопросов к нашим союзникам, ну, наверное, мы с вами не имеем права задавать, хотя почему и нет, журналисты имеют право это тоже делать, но все же, если мы говорим об этих двух параллелях, насколько сегодня, Игорь, все-таки эти параллели должны, да, динамично двигаться параллельно, а не кто-то где-то отставать, и насколько, скажем так, сегодня то, что зависит от наших союзников, исходя из этого плана, насколько здесь действительно этот план для реализации также не только Украины, а и для наших союзников и партнеров? Я бы не говорил о том, что это параллели, мне кажется, что это взаимодополняющие подходы, мы их, в принципе, и реализуем, и то, о чем мы сегодня говорим, наша задача – это создать рычаг давления на Российскую Федерацию, в том числе и на поле боя, а дальше мы готовы выходить на определенные переговорные позиции, просто отличие нас и России от того, что Россия, она просто хочет закрепить свои, в кавычках, достижения, а Украина хочет справедливого мира на основе, скажем, международного права и статута ООН. Это то, что мы точно, скажем, можем требовать, и это то, что, в принципе, лежало, продолжает лежать в основе того миропорядка, который мы имеем сегодня. То есть, очевидно, если мы хотим просто его разрушить, ну, тогда, да, тут нужно идти на поводу у Российской Федерации. Но мы знаем много исторических примеров, к чему это в конечном итоге приводило. Об этом не стоит забывать. Вот, поэтому мы идем по двум этим путям. Мы прекрасно понимаем те ограничения, которые у нас есть. Мы прекрасно понимаем асимметричность конфликта, в котором мы пребываем. Но в то же время мы хотим показать, что это вопрос не только Украины, это проблема не только Украины. Значит, вот эти запугивания использования ядерного оружия со стороны Путина, ну, это касается не только Украины. Его поведение на ядерных объектах, такие как ЗАЭС, это тоже проблема не только Украины. Более того, агрессивность Путина, она направлена не только на Украину. Мы же слышим все эти заявления со стороны пропагандистских ресурсов, даже некоторых должностных лиц по поводу и стран Балтии, по поводу и Польши, прорубывания разных коридоров и всего остального. Поэтому это все реальные заявления. И более того, это то, на что может действительно пойти Путин. И Украина этому является примером. Поэтому тут гибридный подход. Но опять же, без рычага давления на Российскую Федерацию мы не сможем сдвинуться с мертвой точки. И здесь нужно четко определяться и быть действительно более решительными. Украина будет использовать все площадки для продвижения плана победы, который обнародовал президент Зеленский. В частности, на следующей неделе в рамках Крымской платформы. Об этом также в эфире телеканала Freedom заявила народный депутат, глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, Мария Мезенцева. По ее словам, ключ к установлению мира, освобождению всех украинских территорий – это Крым. Ключ к освобождению всех территорий – та точка, с которой все начиналось. Это полуостров Крым, который незаконно попробовали аннексировать. И мы уверены, что Крым будет… Он и есть украинский, он будет обязательно освобожден. Это также очень важный ключ, который соберет в очередной раз на парламентском уровне на следующей неделе огромное количество партнеров на уровне парламентов, представителей, избирателей, людей в столице Латвии. Поэтому мы будем использовать все возможные инструменты для того, чтобы выполнить эту амбициозную цель. Президент Зеленский обозначил очень такой позитивный дедлайн, то, что войну можно будет остановить, и дипломатия может победить уже в начале следующего года. Игорь, мы не знаем, есть ли в дополнительных частях плана победы Крым, но как вот вы видите судьбу украинского Крыма в этой конфигурации, о которой мы сейчас говорим? Смотрите, если быть, скажем, реалистами, исходя из той ситуации, которая у нас есть, то это политика такой дипломатических путь, возможность с определенными военными компонентами. То есть, опять же, это абсолютно тоже гибридный подход. Ну, вряд ли мы сейчас можем обсуждать, говорить о том, что мы там можем подготовить военную операцию для освобождения, скажем, Крыма. У нас есть сейчас более приоритетные задачи. Это ситуация на востоке нашей страны в первую очередь. Вот, поэтому здесь есть свои, скажем, определенные приоритеты. С другой стороны, у нас есть тоже определенные рычаги. Мы их пытаемся сохранить. Это тот же плацдарм в Курской области, который мы имеем. Там тоже идут достаточно сложные бои, но пока мы его контролируем, значит, у нас будет возможность ставить и свои какие-то определенные условия. Поэтому это все достаточно такая сложная игра. Здесь нужно этого слона есть понемножку и по чуть-чуть. Мы часто дискутируем с коллегами моими определенным подходом, какой быть. Либо нам все-таки нужно быть максимальными реалистами, исходить из каких-то минимальных вещей, которые мы можем достичь, либо делать то, что мы делали раньше. Это просить максимум для того, чтобы получить как раз оптимальный набор помощи и поддержки определенных рычагов влияния для изменения ситуации. Пока мы движемся по этому пути, ну и, как показывает практика, мы получаем соответствующие результаты. Будем надеяться, что эта стратегия будет работать дальше. Да, это уж точно. Спасибо, Игорь, за этот анализ, за разбор. Будем обращаться к вам еще впредь. Игорь Петренко, доктор политических наук, был у нас в эфире. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.